Всем привет! Меня зовут Юджиния и я ведущая влога «Тысяча и одна история США». Спасибо, что вы сегодня зашли на мой канал. Я уже вернулась из отпуска, всю неделю о вас думала, размышляла, гадала, сколько же информации я пропущу и не будете ли вы убежаться из-за моего отсутствия. Но, к моему большому удивлению, новостей много я не пропустила, все больше информации поступает о журнале Lancet. Хочу поделиться с вами сегодня своими мыслями по этому поводу, а также кратко поделиться новостями о КВ в США и мире. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Ну что, поехали! Итак, на сегодняшний день в мире 5 миллионов 653 тысячи подтвержденных случаев КВ. 350 тысяч смертей, к сожалению, и выздоровело более 2 миллионов 400 тысяч людей. В США 1 миллион 723 тысячи подтвержденных случаев КВ. За последние сутки добавилось 17 тысяч. Уже количество смертей пересекло 100-тысячную границу и 15 миллионов людей было протестировано суммарно. На втором месте Бразилия 377 тысяч случаев, Россия 362 тысячи и почти 9 тысяч новых случаев. Испания на третьем месте 283 тысячи и Англия 265. В Миссури люди организовали вечеринку в бассейне, где было очень много людей. Вот если вы видите, это все набито людьми здесь. После этого людям сказали сесть на карантин на две недели и выдавали там всякие предупреждения по поводу передвижения. Значит, кто-то выложил видео 16-ти секундное, когда люди праздновали Memorial Day Weekend. Значит, в Сент-Луис, это город в Миссури, департамент общественного здоровья предупредил их в понедельник о том, что те, кто был на этой пати, должны быть на карантине 14 дней или до того момента, как они получат негативный тест на КВ. Напомню также, что некоторым штатам и бизнесам разрешили открываться только при случае, если они будут выполнять правила социального дистанцирования, иначе их могут закрыть. Я оставлю ссылочку внизу, если вам интересно будет посмотреть этот 16-секундный клип, вы увидите, что этот бизнес точно не поддерживал правила, не заставлял людей держаться на расстоянии, было много выпивки, много общих точек соприкосновения поверхностей, поэтому, конечно, это большой риск. Но я думаю, что это далеко не единственная вечеринка, где столько было людей, к сожалению. Следующая статья из USA Today. Всемирная организация здоровья остановила изучение гидроксихлорохина в мире. Это информация вчерашним числом, 25 мая. Кто-то ещё не может поверить, что уже конец мая. Куда весна делать, да уж. Кстати, после этого уикенда, который у нас был, мемориальный день, неофициально считается, что началось лето. Всемирная организация здоровья объявила в понедельник о временной остановке по применению антималярийного препарата, который главнокомандующий нашей страны, сказал он, использует для предупреждения КВ в своём глобальном изучении потенциального лечения болезней. Вот дорогой наш Тедрос Абрамович сказал в конференции новостей, что специальная выполнительная группа организации «Солидарность» решили в субботу остановить использование этого препарата из-за результатов, опубликованных журналом «Ланцет», где было обнаружено, что люди, которые были госпитализированы с КВ и применяли этот препарат, имели ниже уровень выживаемости. Вот это вот научное изучение «Солидарность» этой группы. У них есть комитет, который проведёт расследование и оценку всех собранных данных на данный момент во всём мире, чтобы адекватно эвалюировать потенциальные позитивные и негативные стороны этого препарата, сказал Тедрос Абрамович. Вот этот оригинал этого научного исследования журнала «Ланцет». Спасибо всем, кто мне его прислал. И статья Всемирной Организации Здоровья ссылается именно на этот источник. Так вот, гидроксихлорохин или хлорохин с или без антибиотиков для лечения КВ. Мультинациональный анализ регистра. Значит, опубликовано 22 мая 2020 года. Я выбрала самые интересные моменты статьи. Методы. Мы сделали анализ мультинационального регистра использования этих двух препаратов с и без антибиотика для лечения КВ. В этот регистр вошли данные из 671 госпиталя в 6 континентах. Представляете? Мы включили всех пациентов, госпитализированных между 20 декабря 2019 года и 14 апреля 2020 года, которые тестировались позитивно на эту болезнь. Пациенты, которые получили один из видов лечения в течение 48 часов после диагноза, были включены в одну из четырех групп лечения. Хлорохин без ничего, хлорохин с антибиотиком, гидроксихлорохин 1 или гидроксихлорохин с антибиотиком. А пациенты, которые не получили ни одного из этих лекарств, составили контрольную группу. Кстати, насчет контрольных групп. У каждого клинического испытания есть определенный уровень достоверности. Он определенный уровень. То есть иногда это бывает мета-анализ, иногда это бывает просто рассмотрение данных из записей, допустим, из предыдущих случаев с пациентами, из их медицинских записей. Но наиболее доверительный это как раз тот, у которого есть контрольная группа с плацебо, допустим, и так далее. Продолжаем из этого же источника интерпретация. Мы не смогли подтвердить бенефит, то есть позитивное влияние этих двух препаратов, использованный в одиночку или в комбинации с антибиотиком, на внутригоспитальный исход пациентов с КВ. Каждый из этих типов лечения был связан с уменьшенным уровнем выживания внутри госпиталя и с увеличенной частотой вентрикулярных аритмий, когда использованы для лечения КВ. Я хочу вам показать две такие таблички интересные. Значит, тут показано, что 98 тысяч госпитализированных пациентов с КВ были зафиксированы. 2230 из них были исключены. 276 были на этом препарате, 1100 начали принять этого препарата, пока не были на ИВЛ, и 852 начали этот препарат или его аналог позже, чем 48 часов после подтверждения диагноза. Значит, итого, включенными в это изучение было 96 тысяч пациентов. В контрольной группе были 81 тысяча. Получается, весь наш интерес зафиксирован вот этой группе. 14 тысяч человек. Достаточно большая группа, тем не менее. Также они зафиксировали разные причины, которые либо уменьшали риск смерти, либо увеличивали его. Я думала, может, вам интересно будет узнать, как бы, что подвергает человека под больший риск болезней. Значит, все, что находится за этой линией, да, это увеличивает риск смерти для пациентов с подтвержденным КВ. Итого, это получается возраст, BMI, то есть это соотношение веса к мышечной массе и жировой прослойке. Если вы женщина, то это меньше уровень смертности, да. Значит, темнокожие и Hispanic, то есть увеличенный риск. Азиаты меньше риск, повышают уровень смертности сердечно-сосудистые болезни, сердечная недостаточность хроническая, аритмия, диабет, гипертония, гиперлипидемия, то есть высокий колестерол, сиоперия, это обструктивная болезнь легких, курильщики, опять же, разная информация, правда? Пониженный иммунитет, иммуносупрессия, уровень насыщения кислорода меньше 94% и все эти группы лечения. Смотрите, один хлорохин, один гидроксихлорохин, этот антибиотик и этот антибиотик. Все имеют влияние на повышенный уровень смертности. Уменьшает риск смертности ингибиторы ACE, статины, это те препараты, которые понижают уровень холестерина и блокаторы рецепторов ангиотенцина, и не туда, и не сюда. Вот, в общем, такая вот информация. Это, конечно, серьезно, если это действительно только от этих препаратов зависело, то тогда это, наверное, самая серьезная на данный момент информация по этим препаратам. В каждом научном исследовании должен быть раздел описания недостатков их изучения, то есть limitations, да, лимиты. Из-за того, что наше изучение было observational, то есть больше осмотрительное, да, зарегистрировали они информацию и не более того, мы не можем исключать возможность, что присутствовали неизмеримые влияющие факторы, но, тем не менее, мы заметили определенную связь между изначальным анализом и результатами. Они не утверждают, что здесь прямая связь между препаратом и сниженным уровнем выживания. Это предполагает, что лечение этим препаратом не должно быть использовано вне клинических испытаний, они советуют не применять этот препарат вне, так сказать, научных исследований, и что срочно нужно подтвердить эти данные более высоким уровнем клинических испытаний, то есть более надежных, да, и более специфичных. Хотела вам также показать, какие хронические заболевания были найдены у пациентов с этим диагнозом, которые нуждались в госпитализации. Это контрольная группа, это хлорохин, это хлорохин с антибиотиком, и дроксихлорохин, и он же с антибиотиком. Значит, возраст средний 53 года, 55, почти 55, 55, 55. То есть, все 4 группы, которые получали эти препараты, они все-таки немножко старше. Пусть чуть-чуть, но немножко. BMI, да, это взаимоотношение веса к росту, и это обычно определенный уровень показывает на наличие ожирения. Значит, в контрольной группе 27,4, в этой 27,8, 28, 28, 28. Опять же, получается, люди на этих препаратах имели больше лишнего веса, допустим, чем здесь. Значит, хронические болезни. Болезнь коронарных артерий, вот тут в контрольной группе 12%, в этой группе 15%, здесь 13%, здесь 14%, здесь 13,5%. Опять же, в контрольной группе ниже был процент людей с больными на коронарной болезни, а здесь был выше. Хроническая сердечная недостаточность, опять же, здесь 2,4%, здесь 2,7%, 2,7%, 2,6%, 3,0%. Харитмия, диабет, здесь 13%, здесь 13,8%, 15%, 14,8%, 14,7%, опять выше, чем в контрольной группе. Гипертония, 26%, 26% в контрольной группе, 30% здесь, 28,9% здесь, 29, 29%. Опять же, в контрольной группе процент меньше, в этих группах процент больше. Гиперлипидемия, то есть высокий уровень плохих жиров, холестерина, да, всякого. Там есть 2 вида белков, HDL, LDL, HDL лучше, если высокий, LDL лучше, если низкий. Вот как раз в этой болезни не наоборот. Плохих их много, а хороших мало. Здесь, в принципе, более-менее одинаково. Обструктивная болезнь легких, ну, приблизительно одинакова. И курильщики. Значит, в контрольной группе 9,7%, в этих 10, 11, 11, 10%. Опять же, в контрольной группе меньше, а в группах, где лечили этими препаратами, процент выше. То есть, к чему я это говорю? К тому, что люди, которые лечились этими препаратами, эффективность которых мы пытаемся объяснить, не намного, но все-таки больше из них в процентном соотношении имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, с диабетом, с гипертонией, и больше из них было курильщиков. То есть, чтобы действительно знать результат, нужно немножко ближе яблоки с яблоками сравнивать, а не яблоки с апельсинами. Ну ладно, пошли дальше. Результаты. Значит, новая вентрикулярная аритмия, которая была зафиксирована во время нахождения пациента в госпитале. У контрольной группы 0,3%, у этой группы 4,3%, у этой с антибиотиком 6,5%, у этой 6,1%, и у этой группы 8,1%. То есть, вот эта вот серьезная информация была 0,3% у всех остальных, да, у тысячи тысяч пациентов. А здесь действительно есть серьезное увеличение. Количество дней проведенных в госпитале вне интенсивной терапии приблизительно одинаково. Время проведенное в интенсивной терапии в днях 2,6% в контрольной группе, 4,3% у этой группы, 4,9% у этой группы, 4,3% здесь, 4,7% здесь. Тоже достаточно большое увеличение. Общее количество дней проведенных в госпитале. Ну, контрольная группа 11 дней, здесь 13, почти 14, 13, опять почти 14, тоже очень плохо увеличение все-таки есть. Необходимость ИВЛ. Вот это, наверное, самый интересный вопрос. В контрольной группе 7,7%, в этой группе 21%, 21, 24 и 20. Тоже намного больше. Но здесь вот что непонятно. Непонятно, или эти препараты давали людям, которые были более тяжело больны и нуждались в ИВЛ. Или из-за того, что они были на этих препаратах, большее количество из них нуждалось в ИВЛ. Тут они очень непонятны. Тут просто написано ИВЛ. Уровень смертности. В контрольной группе 9,3%. Здесь 16%, 22%, 18, 23, 8. Вау. Здесь написано ИВЛ или смертность. В контрольной группе 13% были либо на ИВЛ, либо погибли. Здесь 28%, 34, 29, 34. На данный момент это является наиболее полным источником информации, самым доверительным. Большая группа пациентов была проанализирована по всему миру. 6 континентов, очень много госпиталей. Но опять же, это также делает трудным задачу соединить именно эффективность препарата, влияние этого препарата на исход пациента. Потому что каждый пациент, когда приходит в госпиталь, со своей историей болезни, своими хроническими заболеваниями, домашними препаратами, каждый врач индивидуально выбирает список лекарств для лечения пациента во время его нахождения в госпитале. В принципе, мы с вами уже говорили о том, что предыдущие испытания давали эти препараты, как последний шанс, спасательный круг утопающему. В таком варианте это малоэффективно, как и любое другое лечение, если человек уже близок к смерти. Что здесь непонятно, непонятно по поводу ИВЛ, опять же. И единственным требованием было, чтобы первую дозу этого препарата или комбинации, да, или этого препарата и комбинации в течение 48 часов от поставленного диагноза. Но 48 часов после поставленного диагноза может все равно уже быть достаточно критическим состоянием. Почему? Потому что каждый приходит на разных этапах болезни, да, кто-то мог прийти, когда только уже кашель или боль в груди началась, а кто-то уже приходит в полном ходе, так сказать. Поэтому, опять же, внутри госпиталя, тем более внутри реанимации, это уже критические больные. И хотелось бы увидеть испытания, проведенные именно по профилактическому применению этого препарата или при появлении первых симптомов заболевания, а не когда уже человек нуждается в госпитализации. Я изначально уже, как бы, почему-то поверила в этот препарат, слушая Зеленко, слушая мнение других врачей, реаниматологов здесь, тоже в Америке, профессоров. Но наука есть наука, я отступаю перед ней, данные налицо. Мы с вами посмотрели, да, что есть цифры, которые действительно выше при этих препаратах. Поэтому я хочу, чтобы, если это вредно, чтобы это не давали пациентам, жизнь превыше всего, превыше любых убеждений и интересов. Вот, поэтому это все на сегодня. Спасибо за ваше время. Если вам понравилось мое видео, сегодня присоединяйтесь к нашей группе чемпионов, нас уже 68 тысяч. Будем дальше продолжать разбираться в информации о КВ. Я желаю вам не болеть, быть здоровыми, оставаться на связи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!